Складно говорить это умение дано не каждому. Складно говорить в камеру могут немногие. А без телесуфлера так вообще единицы. Вот я. Не каждый журналист, а я и не журналист, имеет еще и вот свою такую коллекцию самолетов. Это мои. Конечно я их не собрал, я их купил. Дело в том, что у меня были модели, но в масштабе 1 к 72. Тогда, когда я еще в школу ходил, я их красил. Был у меня и аэрограф. Единственный в городе. Ну по крайней мере из моего круга. Но потом пришло время другое. Пришлось продать, начать зарабатывать деньги. Потом я научился ремонтировать компьютеры. Потом уже я научился работать головой, языком и руками. И стал тем самым мастером на все руки. Не так давно я задал себе вопрос. Леша, а у тебя навыки-то куда делись? И сможешь ли ты собрать и сделать это аккуратно? Ну что ж, мы поехали в наш любимый магазин стендового моделизма на Советской Армии 31А. И я себе взял корабль Титаника. И вот после Нового Года я его собрал. Прошло 2 месяца. Вот он. То есть, оказывается, генетически руки вспомнили, как надо крутиться. Мало того, сейчас есть и клей, и все. И вот он. Корабел. То есть, руки у меня есть. Есть ли они у вас? Давайте проверим. С чего началось ваше увлечение? Наше увлечение началось с того, что мы увидели отдел. Этот зашли. Нам очень понравились машинки всякие. Так как у нас мальчик увлекается всякими машинками, самолетиками. Сначала мы только одни машинки собирали. На 23 февраля мы подарили подарок. Вертолет, по-моему. Стали собирать все подряд уже. Уже просто было интересно. Надо иметь в коллекциях разные виды моделей. И самолеты, и танки. Вот только у нас проходы внизу, наверное, какого-нибудь. Вот. С этого и началось. Пока просто клеим или уже начали красить? Нет. Мы только клеим. Красить мы как-то вот не очень. Я хотел назвать этот сюжет борьба с квадратными головами. Дело в том, что у нас квадратные телефоны, квадратные телевизоры. Разговариваем мы квадратиками. Вот. И конструкторы тоже. Вот Лего, допустим, это квадратные конструкторы. По-моему, немножко вот неправильно, да? Необходимо все-таки человеку объяснить, из чего это сделано. Стендовый модернизм помогает? Да. Во-первых, это развивает. Не то, что моторику рук и вот эта вот усидчивость, интерес вызывает, стремление какое-то есть. Собрать что-то большое, наоборот, маленькое, интересное. Вот это вот само захватывает собирать все это. Даже я, как девушка, то мне, ну, конечно, мне больше нравится результат конечный. Собрать, потрогать, особенно если это открывается, куда-то что-то там двигается, то всегда интересно, красиво. Да, стендовый модернизм – это очень заразные занятия. Потому что я заразил хозяина этого магазина коллекционированием 144-го масштаба. Вроде бы, как бы, ну, хотелось саму это сделать. Ну, он меня обскакал, все. Зато он не сделал «Титаник», а я его сделал. Я его показал в начале сюжета. И вы можете себе представить, чтобы человек так шторкнуло. То есть, исполнилось 150 лет с момента первого сражения броненосцев на Миссисипи. Вот. И я плепу начал читать. Вчера вот даже делать нечего. Залез в Википедию, посмотрел. Думаю, какая же там конструкция. Вообще, Википедия дает мне большие возможности к познанию. Затем уже в русскоязычной Википедии начал ковыряться. И про Цусимское сражение. Пробовал читать в оригинале книжку. Не хватило. И вот сидел, сидел, репу чесал, употреблял кое-что на стоянке. Представляете, да? Думал, как могли пройти 8 броненосцев. Всего 8 броненосцев. Целую японскую эскадру. Да никак они не могли пройти. Надо было очень сильно хитрить. То есть, вот эти все броненосцы вот этой серии. Бородино, князь Суворов, они были, скажем так, потеряны для флота. Хотя можно было что-то придумать. Затем за броненосцами пошли дредноуты. И во Второй мировой войне появились линкоры. Корабли с мощным вооружением. Калибр там был 350, а на Ямато и 400 с небольшим миллиметром. Представляете, чушка такая вылетала. И тем не менее, все эти замечательные корабли также покоятся на дне морском. Потому что за ними пришла авиация. То есть, их все кончали, разбомбили. И Бисмарк, и вот этот вот Трипец. Но все это можно восстановить. То есть, в виде пластиковых моделей. Поверьте, очень интересно и клево. А теперь, то, что не удалось грузинским морякам. Они как-то в недавнем конфликте решили наехать на ракетный крейсер Москва. Представляете, вот из этого крейсера вылетают замечательные-замечательные ракеточки. И летят они некоторые на расстоянии и 3000 километров. То есть, вот это будущее морского флота. Один такой крейсер и кирдекс. Целые эскадры. Если перемотать 30 лет назад, помните то время, да? Когда в магазинах ничего не было. Сейчас вот сюда заходишь, и какое ощущение? Глаза в разбег. Я помню, когда отдельно продавались коробочки. То есть, нововские, нововские, со схемами раскраски. То есть, я тоже помню, когда в детстве интересовался. В очередной раз смущаюсь, туплю, потому что не смог до вас не вести все, что хотел бы сказать. Потому что эфирные рамки ограничены. И, к счастью, вот родилась прямо сейчас мысль. А давайте каждый новый сюжет про стендовый моделизм будем открывать для себя по-новому. То есть, вот сегодня мы рассказали про кораблики. Потом я вам что-нибудь выкопаю про танки. Потом про самолеты. А в итоге-то рассказывать можно много чего. Потому что стендовый моделизм, вот эти пластиковые модели, они собрали в себя более чем 400-летнюю историю научно-технического прогресса. От парусников до современных моделей. И это очень здорово, что сюда приходят и взрослые, и дети. Сюда, на Советской Армии 31А. Потому что стендовый моделизм – это самое благодарное занятие. Оно отвлекает, чистит мозги, показывает, что вы умеете работать руками и головой. Мало того, вы учитесь и красите. То есть, шикарнейшие навыки. И они, естественно, пригодятся в практике и вам, и вашему подрастающему поколению.